Тем временем блогеры впечатлены путешествием Жанна Белево. Не каждый отважится пуститься в странствие пешком и без денег. Накануне своего 45-летнего юбилея канадец Жанн Белево обанкротился. Чтобы справиться с одолевавшей его депрессией, Жанн решил совершить кругосветное путешествие пешком, без денег. Он вышел из дома и отправился в путь, и обогнул земной шар за 11 лет. Идея путешествия пришла к Жанну, когда он брел по улице, мучительно размышляя о своих финансовых проблемах. Он решил уйти от них. В кругосветное странствие Жанн взял с собой трехколесную тележку, палатку, спальный мешок и аптечку. Мобильный телефон брать не стал. Рано утром 18 августа 2000 года, в свой день рождения, Жанн с помощью сына выкатил тележку на улицу и направился на юг, в сторону Соединенных Штатов. Пройдя по берегу Атлантического океана, Жанн дошел до Южной Америки. Там взял правее и двинулся по берегу Тихого. В одиночку пересек чилийскую пустыню Атакама, в Аргентине повернул налево и перешел на другую сторону материка. Местная авиакомпания, узнав о его путешествии, подарила ему билет на самолет до противоположного берега океана. Так Жанн перебрался в Южную Африку и оттуда снова двинулся пешком. В Ливию Жана не пустили, ему пришлось идти в обход, по Марокко. Потом Жанн пошел в Европу и ненадолго заглянул в Англию. В Россию он идти не решился из-за холодов. И вместо этого пошел в Индию, Китай и Южную Корею, где, по его словам, встретил одних из самых доброжелательных людей в мире. Потом прошел через Филиппины, пересек Малайзию, Австралию и, наконец, оказался в Новой Зеландии, откуда вернулся обратно, в Канаду. Жанн подсчитал, что за время путешествия его приютили 1600 семей. Примерно столько же ночей он провел в палатке, остальное в пожарных частях, полицейских участках, ночлежках для бездомных, больницах и школах. В Египте Жанн бесплатно вылечил зубы. В Алжире перенес операцию и две недели бесплатно провел в больнице. В Чилийской пустыне Жана едва не загрызла пума. В Южной Африке его пустили переночевать в пустовавшей тюремной камере, а охранник из утренней смены по ошибке отказался его выпускать. Жанн вернулся домой в Канаду в возрасте 56 лет. Он обошел пешком землю, преодолел в общей сложности 76 тысяч километров. Сносил 49 пар обуви и пересек 64 страны. Его путешествие было не только кругосветным, но и абсолютно первым в его жизни. Домой Жанн вернулся, как и в начале путешествия, банкротом. Только больше его это не тревожило. Опыт и знания, которые у меня сейчас есть, гораздо ценнее денег, уверен он. Теперь у Жана одна цель – не сорвать дедлайн, который установил ему издатель для сдачи в печать книги о своем путешествии. Как справляетесь с депрессией вы, расскажите на сайте телеканала «Мой город». А чтобы постоянно быть в курсе событий, подпишитесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова